В Таврической школе гимназии номер 20 сегодня особый день. Центр духовно-нравственного воспитания посетил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Владыка прибыл с единственной задачей – поздравить всех учащихся и педагогический коллектив со знаковым событием. 3 августа в этом году столичные власти присвоили гимназии имя свидетеля Луки Крымского. Теперь данная гимназия будет возрастать и укрепляться, воспитывать достойных учеников Небесным представительством святителя Луки. Всемилостив Господь молитвами этого великого угодника Божия доподаст преподавателям и наставникам Таврической гимназии «Терпение, кротость, любовь и мудрость». Святитель Лука в миру Валентин Феликсович Война-Ясенецкий известен своими достижениями в области медицины. Еще при жизни он помогал людям, а также выступал с резкой критикой научного атеизма. Сегодня многие утверждают, что в жизненных трудностях, связанных прежде всего с проблемами здоровья, необходимо посетить церковь и попросить помощи у святителя Луки. Святой исцелит или угажет верный путь нуждающемуся. По мнению главы администрации крымской столицы Игоря Лукашева, распространение духовности в Крыму – одна из важнейших целей. Поэтому сегодняшнее мероприятие – еще один шаг на пути к решению поставленных задач. Эта школа – это частичка того, что вы делаете, для того, чтобы мы воспитывались в православном духе, в духе добра, мира. И я думаю, мы будем поддерживать такое начинание, такие моменты и развивать. Я, конечно, сейчас буквально только приступлю, к вам, когда я приеду, мы пообщаемся по всем этим. Вы сегодня примете. Держать! Я писал сочинение на тему. Святителя Лука в моей семье. Получается, я писал то, как влияет это на мою семью. Новость о том, что гимназия стала именем Святителя Луки Крымского, мне понравилась. Теперь я, считай, учусь в школе, которой в Крыму, думаю, такой больше нет. И мне нравится это. В ходе торжественного мероприятия гостям были представлены танцевальные и музыкальные номера, исполненные исключительно школьными коллективами. Руководство учреждения отметило, присвоение гимназии имени Святителя Луки Крымского стало возможным только сейчас. Раньше, во времена Украины, киевские чиновники категорически запрещали продвигать духовные ценности на таком уровне. Теперь же имя Таврической школы гимназии номер 20 станет путеводной звездой для педагогов и учеников. На постсоветском пространстве это единственное светское учреждение, которое носит имя священника. Почему? Многие годы, здесь более 20 лет изучалась православная культура еще в те времена, изучалась история жизни и биография священника и владыки крымского. И те поступки, которые сподвигли педагогический коллектив, родительскую общественность, детей, изучать эту биографию, проводить мероприятия. По словам Татьяны Сухиной, порядка 50% школ города изучают основы православной культуры. Управление образования столицы тесно сотрудничает с Симферопольской и Крымской епархией. Поэтому сегодняшний праздник – это результат общих усилий, уверены представители администрации. Егор Зайцев, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.